Музыка Одни из самых удивительных растений кактусы, которые способны жить и прекрасно себя чувствовать даже в самых экстремальных условиях. Опираясь на свою невероятную способность запасать воду и толстый слой кожи, позволяющий растениям не терять влагу, они прячутся в самых жарких и сухих районах планеты. Кактусы уже сами по себе уникальны, однако среди них есть еще более странные представители. Эти прекрасные растения и без того поражают своей красотой, а когда к ним приложена рука человека, они становятся еще прекраснее. Это настоящее искусство. Слышали ли вы когда-нибудь о цветных кактусах? Как это, спросите вы, когда множество иголок этого уникального растения имеют очень яркий окрас? Здесь постарался человек, отнюдь не природа. И вот как это происходит. Данный вид кактуса называется гудзония. Он окрашивается очень легким и простым способом, который не причиняет вред абсолютно растению. Берется обычная пищевая краска, добавляется субстрат для кактусов. По соотношению одна часть субстрата и две-три части красителя. В зависимости от того, как мы хотим, насколько чтобы он был яркий. При поглощении воды кактус забирает в себя часть красителя. Таким образом, иголочки постепенно окрашиваются в данный цвет. Спустя несколько лет в том случае, когда кактусы поливаются таким составом с добавлением пищевого красителя, цвет их иголок становится еще ярче. И тогда ваше домашнее растение может послужить идеальным украшением и дополнением любого декора. Очень необычные. Людям нравятся, они поражаются. То есть необыкновенно. Не просто обычный кактус, а он яркий, красивый, красочный, веселый. Цветные кактусы, в принципе, уходом не отличаются от обычных кактусов. Это регулярный полив с весны до конца лета один раз в 8-10 дней в малых количествах воды. В осенний период полив сокращается, а в зимний период он поливается раз в месяц, либо вообще не поливается. Цветные кактусы, они очень боятся переизбытка влаги, поэтому лучше на данной стадии не долить, чем перелить. Опрыскивать кактусы тоже нельзя. А знаете ли вы, что кактус – это еще и еда? Засахаренные ломтики конфетного кактуса очень любят мексиканцы. Из плодов некоторых кактусов варят варенье, а также едят их свежими. Тушат с мясом, солят как огурцы, маринуют и делают еще много чего интересного. А в 19 веке путем скрещивания многих видов кактуса был получен гладкий бесколючий кактус на вкус, весьма напоминающий апельсин. Помните еще и о том, что этих растений нужно опасаться. Кактусоводы говорят, что за один раз в руку может впиться больше 80 иголок, а вытаскивать их уж очень больно. Рекорд в этом смысле был установлен в 1956 году в Бразилии. За 15 секунд в руку одного несчастного воткнулось 267 иголок. Но несмотря ни на что, любителей этой колючей красоты меньше не становится.